Здравствуйте! Начинаем наш урок. Тема нашего урока – односоставные предложения. Сегодня на уроке вы систематизируете знания об односоставных предложениях, видах односоставных предложений. Научитесь определять виды односоставных предложений и сможете рассказать о роли пословиц в жизни каждого народа. Эпиграфом к нашему уроку является высказывание известного русского писателя Алексея Максимовича Горького. «В простоте слова – самая великая мудрость, пословицы и поговорки всегда кратки, а ума и чувства вложены в них на целые книги». Действительно, пословицы отражают мудрость народа. Каждый народ смог сохранить в пословицах и поговорках свои духовные ценности. Но прежде чем говорить об этом, давайте познакомимся с топорными словами. Пословицы прославляют трудолюбие, правдивость, образованность, высмеивают лень, лицемерие, невежество. Высказать суждение, утверждение, предположение. Русская, кыргызская пословица. Динамичный, лаконичный текст. Мудрость, ум, стремление, непримиримость народа. А теперь обратите внимание на экран. Значение каких слов дается ниже. Богатый действиями. Динамичный. Немногословный. Краткий. Лаконичный. Неискренняя. Ложная доброта. Притворное чистосердечие. Это лицемерие. Отсутствие знаний. Безкультурья. Невежество. Несогласие. Непримиримость. Законченная мысль. Высказывание. Суждение. Образуйте от данных прилагательных существительные по модели. Прилагательная плюс суффикс ость. Давайте проверим, какие существительные у нас получились. Мудрый. Мудрость. Непримиримый. Непримиримость. Правдивый. Правдивость. Образованный. Образованность. Усталый. Усталость. Справедливый. Справедливость. Динамичный. Динамичность. Лаконичный. Лаконичность. Полученные существительные используйте в ответе на вопрос, что прославляют пословицы. Пословицы прославляют мудрость. Примером могут служить следующие пословицы. Одному всей премудрости не пройти. Азбука к мудрости ступенька. Пословицы прославляют правдивость. Правда шутки не любит. Правда одна, а на всех людей хватает. Так говорят в народе. Пословицы прославляют образованность. Без учеба и труда не придет на стол еда. Образование гость, а ум хозяин. Учение свет, а не учение тьма. Пословицы прославляют справедливость. Где справедливость, там и правда. Справедливость темноту осветит. Настоящий человек тот, у которого справедливость есть. Ребята, предлагаю вам вместе с вами посмотреть видеофрагмент, который называется «Пословица и поговорки». Из этого фрагмента вы узнаете, что такое пословица, чем она отличается от поговорки. И задание следующее. Вы пишите во время просмотра те пословицы и поговорки, которые вам понравились. «Бывает так, что мы осваиваем новое дело, а у нас ничего не получается. Нам говорят, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Или терпение и труд все перетрут. Два друга увлекаются одним и тем же делом. О них скажут два сапога пара». Хлеб всему голова. Доброе слово и кошке приятно. За двумя зайцами. Собаку съесть. Такие выражения слышали все. Что это такое? Это пословицы и поговорки. Пословица — это краткое народное изречение, имеющее поучительный характер. Пословица всегда выражает законченную мысль. «Тише едешь, дальше будешь». «Семь раз отмерь, один отрежь». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Волков боятся, в лес не ходить». «Поговорка» — это краткое народное изречение, метко и ярко характеризующее какое-то явление. Поговорки не выражают законченной мысли. «Нет дыма без огня». «Говорят, что кур даят». «Первый блин комом». «Повторение, мать учения». «Дуракам закон не писан». Пословицы и поговорки появились очень давно. Их никто не придумывал специально. Очевидно, впервые они произносились к конкретному случаю. Кто-то пытался перейти реку, попадал на глубокое место и начинал тонуть. «Его спасали и предупреждали, не зная броду, не суйся в воду». Со временем так стали говорить, когда надо было действовать осторожно. Можно как угодно красочно что-то описывать. Все равно полное представление человек об этом получит, когда увидит сам. Вот и получается. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В пословице самое главное — это ее смысл. Пословицы учат, как надо и как не надо поступать. Главное — понять, о чем говорит пословица. И тогда можно избежать многих неприятностей. «Не буди лихо, пока оно тихо». «Бесплатный сыр только в мышеловке». «В гостях хорошо, а дома лучше». «Все тайное становится явным». В поговорке же главным является ее красота, меткость, складность. Поговорка украшает речь, делает ее красочной, оживленной, веселой. После дождичка в четверг. Не в бровь, а в глаз. Бумага все стерпит. Нет дыма без огня. Пословиц очень много, возможно, на все случаи жизни. Из века в век складывался тот устный учебник, в котором народ закреплял правила поведения при любой ситуации. Упорно трудиться, будет хлеб в закромах водиться. Кончил дело, гуляй смело. Ребята, мы посмотрели с вами видео, посвященное пословицам и поговоркам. Надеюсь, что вы успели записать пословицы-поговорки, которые вам понравились. А теперь давайте вспомним, что называется односоставным предложением и какие виды односоставных предложений бывают. Обратите внимание на экран. Односоставным называется предложение с одним главным членом, подлежащим или сказуемым. Среди односоставных предложений выделяют определенно личные, неопределенно личные, обобщенно личные, безличные, назывные. Определенно личное предложение это предложение с одним главным членом, сказуемым в форме первого или второго лица, изъявительного либо повелительного наклонения глагола. Например, «люблю дымок с паленой жнивы». В данном примере сказуемое «люблю» выражает форму первого лица. Неопределенно личное предложение это предложение с одним главным членом, сказуемым, в форме третьего лица, множественного числа, настоящего или будущего времени, либо в форме множественного числа, прошедшего времени. Сказуемое обозначает действие, которое совершается неопределенными лицами. Например, «цыплят по осени считают». Обобщенное личное предложение это предложение с одним главным членом, сказуемым, обычно в форме второго лица, единственного числа, настоящего или будущего времени. Сказуемое обозначает действие, которое может быть отнесено к любому обобщенному лицу. Например, «Без труда не вынешь и рыбку из пруда». Безличное предложение это предложение с одним членом сказуемым, форма которого не выражает лица. Сказуемое в этих предложениях обозначает действие, которое нельзя отнести ни к какому лицу. Например, «Уже смеркалось». Назывное предложение это предложение с главным членом, подлежащим, выраженным существительным в именительном падеже. В этих предложениях сообщается о каком-либо предмете, явлении, о которых утверждается, что они есть. Например, «Горы», «Синее небо». Как вы видите в этих примерах, главный член предложения только подлежащие. «Горы», «Небо». Прочитайте текст. В каких предложениях называется действие, которое совершает А – определенное лицо, Б – неопределенное лицо, В – обобщенное личное лицо. Ответить на вопросы поможет таблица 12 на странице 72 вашего учебника. Читаем текст. В пословицах вся народная мудрость, по ним учатся жить и трудиться. На любой вопрос в пословице получаем ясный и верный ответ. Читаешь пословицы и чувствуешь стремление к душевной чистоте, ненависть к лицемерию и лжи, лени и невежеству, преклонение перед правдивостью и разумом, справедливостью и мужеством, любовью к труду и знаниям. В них высказывается все очень ясно и кратко. А теперь проверьте себя. Обобщенное личное лицо. По ним учатся жить и трудиться. Определенное лицо. На любой вопрос пословица получаем ясный и верный ответ. Читаешь пословицы и чувствуешь стремление к душевной чистоте, ненависть к лицемерию и лжи, лени и невежеству, преклонение перед правдивостью и разумом, справедливостью и мужеством, любовью к труду и знаниям. Ребята, мы с вами вспомнили, что называется односоставным предложением, вспомнили виды односоставных предложений и увидели, чем они отличаются друг от друга. А теперь выполним следующее задание. Прочитайте пословицы и определите, какой это вид предложения. А теперь проверьте себя. Цыплят по осени считают. Это обобщенное личное предложение. Пашешь, плачешь, жгнешь, скачешь. Обобщенное личное предложение. Не годится худым хвалиться. Безличное предложение. Терпение и труд все перетрут. Двусоставное предложение. Работать не заставят и есть не посадят. Обобщенное личное предложение. Задание четвертое. Подберите к следующим высказываниям синонимичные пословицы. Какой формой глагола выражено сказуемое в пословицах? Какие это предложения? Когда человек хочет получить хороший результат в деле, он должен потрудиться. Ответ Любишь кататься? Люби и саночки возить. Сказуемое, выраженное глаголом второго лица настоящего времени. Это обобщенное личное предложение. Если какой-то конфликт закончился, то нет необходимости искать другой путь его решения. Сюда подходит пословица «После драки кулаками не машут». Сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица множественного числа настоящего времени. Не машут. Обобщенное личное предложение. В жизни человек всегда должен думать о сохранении чувства собственного достоинства, так же, как мы думаем о сохранении какой-либо дорогой для нас вещи. Сюда подходит пословица «Береги платье с нову, очисть с молоду». Сказуемое выражено глаголом второго лица единственного числа настоящего времени. Обобщенное личное предложение. Человек должен сначала сделать обещанное, а не обещать, ничего не делая. Пословица «Не спеши языком, торопись делом». Сказуемое выражено глаголом второго лица настоящего времени. Обобщенное личное предложение. Если кто-либо занимается серьезным делом, то он должен и вести себя серьезно. Пашню пашут, так руками не машут. Сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица множественного числа настоящего времени. Это тоже обобщенное личное предложение. «Народные пословицы» «Народные пословицы» «И поговорки» «Народные пословицы» «Сено для моей лошади». Ай, да нара, да нара. Работа не волк, в лес не убежит. Все лето мужик ходил на покос, и поп каждый день давал ему с собой хлеба и сало. Мужик же каждый раз спал в траве до самого вечера. Живет, как у Христа за пазухой. И вот раз мужик говорит попу. Ну, поп, траву я у тебя всю скосил, до последней травинки. Во как. Так что, поп, давай расчет. Ну что ж, мужик, держи. Заслужил. Поп, прибавь хотя бы кусок сала. Сала? Да я и так тебе переплатил. А раз так, пусть тогда вся твоя трава обратно встанет, как некошенная. Сказал так мужик и уехал. А поп пошел на луга, посмотрел и удивился. А этот мужик настоящий колдун. И в самом деле стоит трава, как некошенная. Ответьте на следующие вопросы. Что нового вы узнали на уроке? Чему вы научились? Какие у вас возникли вопросы? Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы с вами говорили о том, что называется односоставным предложением, какие бывают виды односоставных предложений и чем они отличаются друг от друга. Кроме того, мы с вами говорили о пословицах и поговорках русского народа. Запишите задание на дом. Подготовьте краткое сообщение о пословицах и поговорках кыргызского народа. Подготовьте презентацию по этой теме. До свидания. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok